Сейчас люди, которые жили в одной стране, воюют друг с другом. Более 200 жителей Мариуполя собрались на театральной площади города почтить память погибших во время обстрела микрорайона Восточный 24 января. В результате атаки, ответственность за которую украинские военные и сепаратисты возлагают друг на друга, погибли 30 человек. Но мы не могли пройти так же мимо этой даты памятной, 9 дней с момента смерти этих людей. И решили организовать это мероприятие, чтобы показать, что мы чтим эти жертвы. Мы хотим жить в украинском Мариуполе. Участники мероприятия выложили на площади свечками слово «Мариуполь» и обвязали рядом стоящие деревья колокольчиками, которые, по словам организаторов, будут напоминать о потере. Восстанавливать попавший под обстрел микрорайон, как утверждает мэр города, будут в ускоренном режиме. Практически со всех городов Украины к нам идет помощь. Более 20 машин с грузами, строительными материалами. И мы сейчас сделаем все, чтобы в сжатые сроки восстановить микрорайон Восточный. Жертв атаки на Мариуполь вспоминали и в Киеве. У посольства России участники столичной акции установили кресты с именами погибших. Организаторы акции считают, что ответственность за гибель людей в Мариуполе лежит на Москве. Просто больно за Украину, больно за людей, которые погибают. Киев и НАТО обвиняют Москву в оказании военной поддержки сепаратистам. Россия отрицает свое участие в конфликте. Екатерина Кочкина. Настоящее время. Субтитры создавал DimaTorzok